Слава Богу, братья и сёстры! Должен был брат проповедовать сегодня, но его нету среди нас, он не приехал. То у меня сегодня много времени, так как, может быть, кто-то хочет ещё чем-то поучаствовать, пожалуйста. Если нет, я хочу поделиться одним словом, которое было у меня уже на сердце. И, знаете, мы были вчера на браке, вот здесь друзья сидят, тоже были вместе, и там был такой необычный как-то брак, где одна часть родителей были на месте, бракосочетание, а другая на Украине. И они позаботились, чтобы они могли те, которые там присутствовать на браке, включили эту связь, и мы их видели, и они нас видели. И таким образом происходил этот брак. Знаете, я ещё не был на таких браках, чтобы родители жениха, находясь на Украине, совершали молитву, находясь на браке. Знаете, а Бог наш, Он везде сущий, Он пребывает везде, и Он знает всех нас. И мы слышали уже сегодня слово Божье, именно о том, что мы должны искать общение с Богом, мы должны пребывать в Нём, в посте, в молитве. Это очень важно в духовной жизни каждого человека. И я сегодня хотел бы поговорить об одном месте Священного Писания и извлечь с этого в себе урок. Это был один из мужей Божьих. Мы в этом псалме пели, да, вот последний, Бог мой, храни меня, да, верным Тебе быть во всём, чтобы быть верным Господу. Быть верным Господу во всех обстоятельствах, да. Не тогда только, когда светит солнышко, прекрасная погода, и мы находимся в комфортабельной обстановке, нас никто не трогает, нам никто не задаёт вопросов лишних, нас никто не приводит к какой-то ответственности, да. Мы не беспокоимся о нашей жизни. В этой ситуации легко, да, служить Богу и сказать, что я христианин, я служу Богу. Но бывают разные ситуации, и я хотел бы одну из них немножко нам напомнить. Это было во время царя Ахава в Израиле. Когда народ израильский отступил от Бога. Народ израильский, он знал Бога. Они знали Его. Они слышали о делах Божьих. Они переживали Божьи дела. Они знали живого Бога, реального Бога. Но были ситуации, когда они отступали от Бога. Отступали, уходили. И знаете, я думаю, что это приходила такая обстановка беспечности, когда люди жили хорошо, люди чего-то достигали, они имели всё в изобилии, да, и они начинали отступать от Бога. И в это время Бог посылает своего человека в Израиль. Это был Илья, пророк Илья. И когда он пришёл, он пришёл к царю Ахаву, тому, который был во главе народа израильского, и говорит, за то, что вы не служите Богу, не будет дождя. Три с половиной года. Три года. Не будет, разве только по моему слову. И мы видим, что это так и случилось. Бог слышал этого человека, Илью. И я смотрю на его жизнь и удивляюсь, как близко был этот человек с Богом. Как близко он имел общение с Богом. Он говорил те слова, которые Бог ему сказал, «И он не переживал, не заботился о последствиях. Он не заботился о том, а случится так или нет. Он говорит, не будет дождя. Не будет дождя. И он не переживал. Он был уверен, что Бог так сделает. Говорит, разве только по моему слову. И вот здесь читаем с 18 главы 2 книги царств из 17 стишка. Это уже когда Бог сказал Ильи, что он должен явиться Ахаву, и Бог даст дождь на землю. И когда увидел Ахав Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Валовых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Езавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил». Обратите внимание, кто такой пророк, да? Один человек. И Ахав, он царь Израиля, он слушает то, что ему пророк говорит. Он сказал, «Вот теперь собери мне всего Израиля, собери всех пророков, на гору Кармил». И написано, что он послал ко всем сынам Израилевым, собрал всех пророков, на гору Кармил и подошел Ильян ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Интересное положение народа израильского. Пророк задал Ему конкретный вопрос. Говорит, «Если Ваал Бог, значит, Ему последуйте, а если Господь Бог, последуйте Ему». Пророк Илья поставил народ Израильский перед выбором. Гора Кармил, это гора выбора. И народы израильские, мы видим, они зашли в такое положение, они затруднялись с ответом для пророка Божьего, они затруднялись определиться в своем решении, кому служить. Я думаю, что может быть еще по той причине, что царь и Изавель, жена его, они преследовали тех, которые служили Богу. Когда Илья, пророк, находился в пустыне, то есть на горе Божьей, и там Бог задал ему вопрос, «Почему ты здесь, Илья?» Он говорит, «Народ израильский оставил твои заповеди, пророков твоих убили мечом». «Остался я один, и мои души ищут». Я думаю, в такой ситуации это было сложно сделать решение. Каждому еврею, которые собрались, и они находились там на горе, находилось 450 пророков вааловых, которые отличались, они были в роскошных одеждах, они отличались, они пользовались льготами в этой стране, они, как сказать, они поддерживались этим царем и царицей, написано, они питались от стола Езавели. Они поощрялись. Народ израильский во главе с царем и царицей, они были в полном идолопоклонстве, и народ не мог решить. И когда пророк задал им вопрос, говорит, «Изберите, кому служить?» Говорит, «Сколько вы будете хромать на оба колена?» Я не представляю, как это хромать на оба колена. Бывает, человек на одну ногу хромает, тяжело ему идти, но вот как хромать на оба колена? Как человек может передвигаться и жить, когда он хромает на оба колена? Это инвалид, это человек, который не может нормально жить. И вот пророк Илья задал такой вопрос народу израильскому. Говорит, что «Если во Ал есть Бог, последуйте ему, а если Господь есть Бог, то ему последуйте». И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророк у Ваал их четыреста пятьдесят человек. Пусть дадут они двух тельцов нам, двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И приготовлю, и я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, и огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, и я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо, здесь пророк Божий Илья, он решил, Бог через него решил, чтобы народ израильский сделал правильный выбор. И он сделал такое предложение, говорит, пророк Ваголовых 450, пускай они сделают это жертвоприношение, призовут своего Бога. Если ихний Бог ответит, значит, он истинный Бог. И я, говорит, так же само сделаю. Пускай они выберут два тельца, пускай они первые выберут, и я возьму того, который останется. Они пускай принесут, и я принесу жертву. И Бог, который даст ответ посредством огня, Он есть живой, истинный Бог. И народ сказал, хорошо. И мы видим, что дальше происходит. «И сказал Илия пророком Вааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который был дан им, и приготовили, и призвали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваали, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа, и сказали, искакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо Он Бог, здесь с маленькой буквы, может быть, Он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, или, может быть, Он спит, так Он проснется. И стали они кричать громким голосом, кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так, что кровь лилась из них. Вот представьте, вот такая была ситуация, вот такое происходило. И эти люди, они пытались, я понимаю, что эти пророки, они действительно почитали Ваала, они служили Ему, они приносили жертвы, они служили Ему полностью, они очень ревностные были в этом служении, эти пророки Вааловы, они очень ревностные, написанные даже кололи себя ножами, они они очень были ревностны в этом служении. И Илья, когда он смотрел на это, написано, он даже начал смеяться с них, говорит, он знал, что это не есть Бог, он знал, что он не услышит их. И написано дальше, «Тогда Илья сказал всему народу «Подойдите ко мне!» И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так Израиль будет имя Твое и построил из них из этих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг него этого жертвенника ров вместимостью две саты зерен и положил дрова растек тельца и возложил его на дрова и сказал наполните четыре ведра водою и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова потом сказал повторите они повторили и сказал сделайте тоже в третий раз и сделали в третий раз видите насколько Илья был уверен в Божьем слове в том что Бог останется верным он был очень уверен он был в очень тесном общении с Богом и он знал что если даже вот эта жертва она будет по природе то есть не способна возгореться да он не переживал об этом облилили водою все сделали и написано вода полилась вокруг жертвенника и ровно полнился водою во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал Господи Боже Авраама Исааку в Израиле да познает в этот день что Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой сделал все по слову Твоему услышь меня Господи услышь да познает народ этот что Ты Господь Бог и Ты обратишь сердца их к Тебе и что произошло написано не спал огонь Господень и пожрал пожрал всесожжение дрова камни прах и поглотил воду которая во рве и увидел это весь народ пал на лицо свое и сказал Господь есть Бог Господь есть Бог слава Богу братья сестры когда народ израильский увидел это чрезвычайное событие когда этот огонь он не сошел от Бога написано он пожрал дрова но это это нормально это естественно написано камни жертву эту все камни эти сгорели вся земля выгорела вся вода вот эта которая вокруг была она вся сгорела и народ когда это увидел это Божье Божье могущество они пали на лица свои и сказали Господь есть Бог Господь есть Бог и знаете на этой игре что-то произошло этот народ израильский они увидели еще Божью силу они сделали решение они они способны были обратиться к Богу хотя впоследствии мы видим что ему пришлось убегать это не произвело эффекта на Иезавель она грозилась убить его из-за пророков но я хотел бы сегодня сказать братья сестры что сегодня мы каждый из нас мы на пути и вот этот вау который был примерно 3000 лет назад это событие было он остается живым он тот же самый он тот же самый сегодня и сегодня нам всем так же самым приходится делать выбор этот вал это есть Бог мира всего это есть дьявол он не изменился он тот же самый он так же само сегодня действует ее тактика она не изменилась она не изменилась в жизни каждого человека каждый из нас мы понимаем это или нет но мы сталкиваемся с этим и мы должны в своей жизни так само как Израиль накормили мы в своей жизни повседневной должны делать выбор мы должны делать выбор мы должны делать правильный выбор сегодня я думаю что если мы обратим внимание и будем честны мы сталкиваемся с каждым днем с этими искушениями и сегодня этот мир он предлагает всем нам служить ему каждый из нас он должен сделать выбор кому служить пророк Илья задал этот вопрос народу израильскому говорит изберите вы кому служить изберите сделайте выбор кому служить или служить этому миру этим удовольствием этом мире да может быть каким-то почестям может быть богатству может быть славе может быть в этом мире дьявол предлагает нам всякие удовольствия И знаете, иногда бывает трудно сделать решение, особенно молодым людям, так само, как народу израильскому в то время, было трудно сделать решение и сделать правильный выбор, кому же служить. Кому же служить, братья и сестры? Это есть два разные направления, абсолютно разные. Абсолютно разные. Сегодня мир этот предлагает нам свое. Он предлагает свое. Помните, когда Иисус Христос только вышел на служение, дьявол сразу же этот ваал стал предлагать ему. И он написан, что во мгновение ока показал ему все царства мира, показал славу, показал все в этом мире, и говорит, ты поклонись мне, и все это будет твое. Поклонись мне, и все это будет твое. Братья и сестры, сегодня я задаю себе этот вопрос. Кому я сегодня служу 100% в моей жизни? Кому я сегодня принадлежу? Кому принадлежит мое время? Кому я полностью сегодня принадлежу? Или я служу Богу, или я, как народ израильский, хромаю на одно колено или на оба колена? Сегодня это очень важный вопрос. Я сегодня не хочу никому, никого не укорить, ничего. Но я вот даже вчера с молодыми братьями сидел, разговаривал уже по 24-25 лет. И они не сделали решение в своей жизни, служить Богу или же нет. Они еще до этого времени не сделали решение, чтобы вступить в завет с Богом, заключить с Ним завет, чтобы служить Ему полностью, всецело. Знаете, люди уже в зрелом возрасте, уже те, которые понимают, знают, и они еще не сделали твердого решения, хромают. И знаете, это очень важный вопрос, который сегодня, он звучит каждому из нас. Избери, кому ты будешь служить полностью. Знаете, мы не можем служить Богу и служить другому, да? Ну, такого община нету. Слово Божие не дает. Чтобы служить и Богу, и Ваалу, да? Ну, вот, как народ израильский. Они вроде бы и Бога почитали, но они и Ваалу служили. Такого нету в Священном Писании. Написано в Матфея, 6 глава, слова Иисуса Христа. Написано, никто, это 24 стишок, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете». Слово Божие говорит, что мы не можем служить и Богу, и этому миру. Мы не можем и Богу служить, и что-то брать от этого мира, что-то брать, какие-то удовольствия. Мы не можем служить, мы должны сделать решение в своей жизни. И это очень важно. Знаете, мы иногда говорим молодым людям, вот вам надо сделать решение в жизни вашей, сделать решение, служить Богу, заключить зависть с Богом, братья и сестры. Но нам, вот, старшим людям, нужно ли нам каждый день делать это решение? Конечно, так. Каждый день мы должны делать решение. Каждый день мы должны делать выбор. Как брат Леня сегодня говорил о том, что мы должны в нашей жизни прилагать усилия, прилагать усилия, пребывать в посте, пребывать в молитве, пребывать в Слове, изучать эту инструкцию. Очень тщательно, усиленно, Слово Божие, которое написано, от которого мы возрастаем во спасение. И это очень важно, братья и сестры. Каждый из нас, мы находимся на этой горе Кормил. И я хотел бы сегодня себе задать вопрос. В каком числе, где бы я находился, находясь на этой горе? Там были три категории людей. Одна категория людей, это очень яркое, это пророки Вааловы. Я думаю, никто из нас не хочет и не находится в этой категории. Никто, я уверен, никто из нас на этом месте, в этой категории не находится. А может, я ошибаюсь, но, знаете, это открытое служение этому миру. Это открытое служение дьяволу. Это открытое исповедание. И они очень ревностны в своем служении. Они делают беззаконие. Они служат этому князю мира сего открыто. Я уверен, думаю больше, что среди нас таких нету. Слава Богу! Слава Богу! Но там есть еще две категории людей. Это народ израильский, который стоял в нерешительности. Они стояли одной ногой там и одной ногой там. И вот они не могли сделать решение. Я хотел бы, чтобы мы не были в их числе. Чтобы нам не находиться в этом числе людей, которые не могут решиться, кому же мы будем служить, кому мы будем посвящать свое время, кому мы будем посвящать свою жизнь, или же устройство в этом мире, или же стараться что-то взять от этого мира, или же служить Богу, или же идти и служить Богу. Знаете, третья категория – это был пророк Божий. Это был Илья. И он был один на этой горе. Он единственный был, но он верный был Богу. Он оставался верным Богу в любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. И он не считался, что если он сделает это решение, он будет терпеть какие-то лишения. Он не сможет жить, как весь Израиль в своих домах. Бог сказал ему, ты иди туда, кто куда. Иди туда, и там будь, там находись с этого потока, ты будешь пить. И что ты будешь там делать? Я, говорит, повелю воронам, они будут кормить тебя. Я тебя не оставлю. И он там находился до тех пор, пока поток высох. И Бог его не оставляет. Бог заботится об этом пророке. Он говорит, иди в Сарепту Сидонскую, и я уже позабочился о тебе. Иди там, вдова, она будет кормить тебя. Я позабочился о тебе. Уже там все приготовлено. Иди туда. Да, ты не будешь першествовать, но ты не умрешь от голода. Ты будешь по печенью. И он идет туда. И он пришел к этой вдове со Словом Божьим. Он говорит, дай мне поесть. Она говорит, меня ничего нету. Вот только немножко муки и масла. И он говорит, вот что говорит Господь. Говорит, эта мука, она не остановится. Она не перестанет быть там. И масло так же. До того дня, когда Бог пошлет урожай, пока Бог пошлет хлеб, пока Бог пошлет дождь. И мы знаем, что он находился там. Это все время. Пророк Илья. Бог о нем позаботился. И Бог его кормил. Все это время. Три года. И эта вдова, она так же, она имела пропитание. Братья и сестры, я хочу сказать, что сегодня Бог не оставит никого, кто сделал твердое решение служить Ему. И который служит Ему всем сердцем. Бог не оставит. Какие бы обстоятельства ни пришли к нам. Какие бы обстоятельства ни пришли. Хорошо служить, когда все хорошо, да? Но от когда трудности, от тогда трудно. Но когда мы служим Богу, когда мы сделали твердый выбор, когда мы знаем, что Бог за нас, когда мы знаем, что мы являемся Его детьми, тогда мы уверены, что в трудных обстоятельствах Бог нас не оставит. Слышал один такой пример от нас? Уже пожилая женщина, она имела такую жалобу на Бога. Ее жизнь была трудная. Муж ее был в пьянице, ее бежал, ее бил. Дети не служили Богу. Здоровье ее уже пошатнулось, она уже больная была. Пришла в церковь, в священнику и говорит, все это ему рассказывает, я говорю, где же Бог, говорит, я вот в такой ситуации начала жаловаться. Он посмотрел на него и говорит ей, этой женщине, говорит, а кем вы являетесь для Бога, что Он должен о вас заботиться? Кто вы для Бога? Вот, кем вы являетесь Богу? Вы являетесь Его дочь, или вы служите Ему? Вы принадлежите Богу, что Он должен о вас заботиться? Иногда мы приходим к Богу, когда нам трудно, когда у нас проблемы, когда мы, может быть, переносим какие-то проблемы в жизни, но Илья, он знал, кем он является для Бога. Он знал. Он знал, что он служит Богу. Он знал, что он принадлежит Богу. Он знал, что он слуга Божий. Он не переживал. Он знал, что Бог о нем позаботится. Он знал, что Бог на его стороне. Он не переживал, что что-то случится необычное. Он не переживал. И Бог ему отвечал. И когда он жаловался, Бог говорит, я соблюл 7 тысяч человек, которые не преклонились перед Ваалом, которые не поклонились Ему. Братья и сестры, сегодня я хотел бы нас поощрить и сказать, что мы имеем большую привилегию и возможность иметь эту защиту от Бога. Но каждый из нас должен сегодня сказать себе, кем Бог является для меня. Служу ли я Ему всем сердцем? Или, может быть, я хромаю еще? Или, может быть, мне нужно что-то сделать? Может быть, мне нужно быть на этой горе кормили? И, может быть, нужно сделать это решение в моей жизни? И я хотел бы сказать каждому, пускай Бог поможет и благословит нас, чтобы нам сделать правильное решение в нашей жизни. Что бы ни произошло, что бы ни случилось в жизни, что бы нам служить Богу, что бы нам принадлежать Ему, что бы нам сделать правильное решение, что бы ни происходило, мы Богу служим. Мы принадлежим Иисусу Христу. Пускай Бог благословит каждого из нас. Братья и сестры, мы помолимся, мы будем идти к молитве, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог благословил каждого из нас. Знаете, бывает трудно сделать это решение. Бывает тяжело. Я думаю, для народа израильского было очень тяжело сделать это решение. Было очень тяжело сделать это решение. Почему? Потому что во главе народа израильского был нечестивый царь, он не служил Богу. Они преследовали народа израильский, они умиршляли, они гнали, они преследовали. И знаете, в то время было очень трудно сделать это решение. Но когда они увидели, что действительно Бог реален, что Бог дал такой прямой ответ, они сказали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Да благословит Бог сегодня нас, чтобы нам сделать правильное решение. Если мы еще не сделали его в нашей жизни, мы можем это сделать. Мы можем, мы должны это сделать. Знаете, жизнь наша идет, и мы устрояем наши домы, наши семьи. Мы вроде бы служим Богу, мы вроде бы называемся христианами, но я хотел бы сегодня проверить себя, свое сердце. Принадлежу ли я ему полностью? Готов ли я за него страдать, как и ли я? Как и ли я? Он не смотрел на обстоятельства. Готов ли я сегодня жертвовать удобствами, привилегией, богатством, деньгами? Может быть, чем-то в этом мире, если я, может быть, придет обстоятельство, что я должен буду лишиться чего-то. Готов ли я сказать твердо, Господь есть Бог? Господь есть Бог, и служить Ему, братья и сестры, чтобы нам в нашей жизни проявлять это наше служение, посвящение Богу. Знаете, есть такие вещи, через которые мы можем проверять себя. Если мы не безразличны к ближним, да, если мы видим ближнего, что в него нужда, в него проблема, то ли духовная, то ли такая плотская, и мы, мы не безразличны, мы хотим помочь, мы пытаемся, мы стараемся, мы стремимся это сделать, значит, мы должны понимать, что любовь Божья, она в нас живет, то есть Бог живет в нас в сердце. Мы Ему принадлежим. Нам не безразлично, может быть, проблема ближнего, проблема брата или сестры. И мы стараемся помочь, мы стараемся поддержать, мы стараемся чем-то быть полезными. Это и есть служение. Это и есть служение. Служение это не значит, прийти на служение здесь, в Дом Божий, да, и посидеть здесь два часа. Это не есть служение. Это где мы приходим, и мы учимся, мы учимся, наше служение это в реальной жизни. Пускай Бог благословит каждого из нас. Давайте мы склонимся, искренно призовем Его имя, помолимся. И, может быть, нам нужно сегодня проверить себя и сделать решение, сделать правильное решение в жизни. Кому же я буду служить в моей жизни? Кому я принадлежу? Кто в моей жизни центр моего служения, в моей жизни? Да благословит Бог нас сегодня. Братья и сестры, давайте, склоняясь, помолимся.